Зенитный ракетный полк Это подразделение обеспечения, два зенитных ракетных дивизиона. Один выполняет задачи в непосредственной близости от своего пункта постоянной дислокации. Второе подразделение находится здесь, на полигоне. Им уже идет управление в ходе выполнения учебно-боевых задач. Опыт боевой работы сегодня есть у каждого дивизиона белорусских трехсоток. Ежегодные пуски на полигоне Ошелук – традиционная практика. В прошлом году расчеты уничтожали реальные мишени днем и ночью. Целые судьи не отдыхали, были все время на рабочих местах, готовность номер один, постоянно. Это дало очень большой, богатый опыт наработки мастерства боевого расчета. Особенно в слаженности всей средней ракетной группировки войск, которая была на полигоне развернута. Особый элемент обучения – повышение живучести. Позиция подразделения ПВО охраняет бойцы сил специальных операций. Против низколетящих целей готовы действовать расчеты переносных ракетных комплексов и зенитных установок. Отрабатываются также внезапные перемещения из района в район. Учение – один из этапов подготовки расчетов к поступлению на вооружение более современных систем, которыми сегодня активно оснащается армия. Новый триумф в системе ПВО Беларуси. Комплекс С-400 заступает на боевое дежурство. С этой минуты защита белорусского неба выходит на новый уровень. Возможности войск противовоздушной обороны значительно повышаются. Личный состав прошел обучение в полном объеме. В Российской Федерации отработал на полигоне. И вот сейчас, освоив современную технику, готов к заступлению на боевое дежурство. Для того, чтобы выполнить основную задачу. Чтобы понять уровень новых систем, достаточно привести лишь пару цифр. Протяженность в Беларуси с севера на юг – 560 километров. А зона обнаружения целей радиолокационного комплекса – до 600. В арсенале «Триумфа» четыре типа ракет. Изумительные тактики и технические характеристики комплекс, которые способны обнаруживать цели на сопредельных государствах. Один из главных плюсов С-400 – это возможность перехвата крылатых ракет. Комплекс может одновременно обстреливать до 36 целей. А все процессы боевой работы, обнаружения, захват и наведения автоматизированы. МРЛС, командный пункт и пусковой станок. Связаны они либо по проводу, либо по радио, как защититься от раскрытия информации, работаем по проводу. Еще придается всевысотный обнаружитель. Он будет обнаруживать цели в круговую, то есть в незаданном направлении, на всех высотах. И выдавать нам пункт было управление. С-300 и С-400 – оружие ненаступательное. Оно предназначено для защиты воздушного пространства страны. Развитие этой компоненты армии продолжится. А интенсивность тренировок расчетов будет нарастать. Редактор субтитров А.Семкин